Деприс ангелус. Вот так. Вопрос от Игнатия и Ксении. Сложно ли эмоционально проходить испытания с историями людей? Как потом вернуться к гармонии внутри себя? Истории, ну вы можете оба отвечать, истории, которые мы обычно сталкиваемся в битве сильнейших, это же они какие-то достаточно глубокие, серьезные, больные истории. Вот. Соответственно, сложно ли эмоционально проходить эти испытания? И как вы потом себя приводите в порядок? Знаете, сложно. Сложно. Но со временем ты не то чтобы привыкаешь, ты понимаешь, как с этим справляться. И у тебя, я не знаю, там вот опять же наша любимая тема еще на битве сильнейших в сравнении с медициной. То, что поначалу, когда ты учишься, ты там боишься, хирург боится резать человека, а потом это становится уже в порядке вещей. И, конечно, очень сложные, эмоционально сложно переживать испытания, они у нас уже часто, когда родители теряют своих детей, такого вообще не должно быть. Это тяжело, морально тяжело. В момент, пока, вот, лично я за себя скажу, пока я работаю, я сконцентрирован на помощи людям. Я пропускаю их боль через себя, но еще не осознаю ее как будто бы мозгом, то есть чтобы вот загрузиться. А уже потом, как бы догоняет вот это состояние. Уже после испытания. Я видел тебя в очень разобранных чувствах после испытаний, даже до того, как какое-то испытание ты отказался проходить. Ну, я первый раз видел в твоих глазах такую растерянность, страх за себя, за близких. Я помню, была история с каким-то проклятым домом. Ты приехал, сказал, не-не, я это не буду проходить, потому что иначе моим близким угрожает опасность. Это ведьма на земле? Ведьма на земле, да. Где вот это, какое место-то дрянное. Мем известный сейчас. Тебе понравилось, кстати. Безумно понравилось. Было страшно. Меня как-то в интервью спросили, а чьи это слезы, когда вы плачете с героями? Мне вот сложно ответить. Иногда мои, иногда... Иногда матери, иногда ребенка. Иногда самого человека, который стоит передо мной. То есть в тот момент, когда на испытаниях находишься, ну вот как будто ты сам в себе перестаешь принадлежать. То есть какая-то моя часть, она перестает мне принадлежать. Она принадлежит только этому процессу. И вот эта эмоциональная часть, она в этот момент принадлежит душе, человеку, мне как маме, мне как Виктории. Очень сложно это разобрать, но важно оставить это там, на испытании. То есть вот для меня важно это оставить там. Не нести это домой, не нести это в свою семью. Вот для меня вот это самое важное, самый важный навык, которому я научилась. Не всегда получается, но я очень стараюсь. Многие и герои испытаний, и мертвые с этих испытаний, они живут со мной. Ну как, не то, что каждый день живут. Вот. Ну вот, то есть, как находится в моей памяти, да, я периодически вспоминаю что-то, прокручиваю в памяти, образы какие-то приходят. Но по большей части, вот основное, чему я научилась, это оставлять все вот после испытаний. Вот мой личный вопрос, вот так, когда ты дома сидишь, бывает, когда смотришь, что просто мертвые пришли? Страшно, не страшно, зачем пришли? Или сами не приходят? Ну, слушай, в моем случае, не знаю, как у Олега, то есть эти вещи уже давно не происходят неконтролируемо. Ну, потому что в этот момент происходит очень большой энергетический выброс и потеря энергии. А мне моя энергия, в общем-то, дорога. Жизнь у меня одна, время, которое мне там отверили, тоже мое. И, в общем-то, просто так терять энергию, ну, я не готова. Это вот как, знаете, как сравнимо там, кто-то в директ пишет, «О, Виктория, посмотрите меня». Чего? Скидывай фотку, посмотрите. Санец, скидывай. С Олегом мы вот сколько не встречаемся, например, в какой-то неформальной обстановке, но постоянно подходят люди, «Олег, посмотри меня, посмотрите меня». То есть это, то есть люди в этот момент, они не понимают. Или там, «Виктория, у меня один вопросик». У меня всего один вопросик. «А почему я не могу выйти замуж?» Или «А почему у меня нет детей?» «А почему от меня муж ушел?» Это значит, что надо посмотреть и проанализировать вот путь, например, их совместной жизни. Это надо заглянуть в ее жизненную, ну, условно, не карту, матрицу, то есть посмотреть, а должна ли она пережить этот развод, например, или положены ли ей дети. Это не просто один вопросик, потому что, вот еще раз говорю, вот эту наивность надо убирать, о том, что мы такие посмотрели, и вот они, ходячие мертвецы, да, они пошли в литро, и за всеми вереницей, и все нам, значит, что-то говорят. Ну, как бы, подумайте, какое количество информации мы можем обработать за одну единицу времени? Ну, например, за одну секунду или за одну минуту. Если я на каждого человека, который напишет мне в директ, потрачу хотя бы 10 минут своего времени, это значит, что у меня не должно быть семьи, детей, ну, в принципе, я не должна вообще заниматься ничем, только разгребать директ и смотреть каждого человечка один вопросик. Вот как бы, и вот эта вот история, когда люди как к этому относятся? Ну, вам же ничего не стоит. Если у вас будет время, ну, когда у вас будет время, посмотрите меня. То есть, ну, это же время нужно откуда-то взять, это же значит, что мне нужно это время подарить этому человеку, не своим детям в этот момент мне надо время это подарить, не тому супругу своему, не еду приготовить дома, а мне надо подарить это время человеку, рассмотреть его профиль, да, там, что-то, задать какие-то наводящие вопросы им. Полностью поддерживаю Викторию. Ну, просто, сейчас еще, Олег, я скажу, что важно, чтобы вы понимали, что вот, когда идет на ТНТ битва сильнейших или какой-то проект, вот испытания показывают, ну, от силы минут 15-20, да, мы на площадке сколько находимся? вот сколько я в этой шубе ходила в морозе. это вот самая минимальная минута часа. Ночью, я вам скажу, ребят, я вам скажу, сколько, я в 12 часов ночи зашла на испытания, и в 6.45 утра, это, какая-то область, я уже забыл, это, короче, минус 37. Ну, 40 было. Минус 40 было. Ну, это у тебя было минус 40, да, у меня вот что-то минус 30 было. Я уже, я еще смотрела на этот, ну, не на часы, но градусник. Ну, то есть, вот это длилось вот столько времени. А вам показали минут 15. Понятно, что у зрителя, наверное, возникает ощущение, что это просто какая-то такая вот, ну, типа, я посмотрела, и сразу это произошло. Но это не так. Это правда не так. Поэтому, возвращаясь к вопросу, кто-то какой-то вопрос задавал. Про то, что сопереживаете, не сопереживаете? конечно, ну, я сопереживаю, но для этого сопереживания нужно, ну, погружение, да, в личную историю, в какую-то ситуацию, про которую человек спрашивает, да, то есть, нужно хотя бы ее